Сухая кожа рук. Что делать? Причины красной очень сухой кожи рук. На коже рук отсутствуют сальные железы, поэтому она подвергается внешним воздействиям. На нее влияют погодные условия, мороз сушит и приводит к покраснению. Именно зимой женщины задаются вопросом, сухая кожа рук. Что делать? Причины красной очень сухой кожи рук заключаются в ее обезвоживании. После мытья руки вытирайте на сухо полотенцем, так как вода, высыхая, быстро сушит поверхность, что приводит к обезвоживанию. Нехватка какого витамина, микроэлемента или питательного вещества при сухой коже рук. Грубая кожа мешает ощутить себя привлекательной. Она выдает возраст и даже добавляет 5-10 лет. Каждая женщина должна знать, нехватка какого витамина, микроэлемента или питательного вещества является показателем при сухой коже рук. Когда слой пидермиса быстро старится и становится сухой, она лишается таких витаминов. Витамина помогает в выработке сальных желез, которые увлажняют поверхность, делая руки красивыми. Этот витамин содержится во всех фруктах, моркови, молочных продуктах, печени и рыбьем жире. Витамин В. Если восполнить нехватку этого вещества, тогда кожа станет ровной и красивой. Много такого витамина содержится в курином яичном желтке, зелени, рыбе, молоке, коричневом рисе, черном хлебе и фруктах. Витамин С. Является антиоксидантом. Помогает в выработке коллагена – вещества, отвечающего за продление молодости. Коллаген помогает тканям быть эластичными и прочными. Есть это вещество в цитрусовых фруктах, шиповник, орехах, киви, луке и капусте. Витамин Е. Благодаря наличию такого витамина в коже в достаточном количестве и не будут преждевременно появляться морщинки. Кожа обретет здоровый оттенок и румянец. При недостатке этого витамина начинают слоиться ногти, а кожа становится красной и шероховатой. Содержится много витамина Е в растительных маслах. Все зимние салаты заправляйте оливковым или кукурузным маслом. Это позволит организму получить множество питательных веществ. Правильное питание и при сухой коже рук. Женщины всегда удивляются, когда при очередных проблемах с кожей необходимо следить за своим питанием. Если вы начнете кушать цитрусовые фрукты 200-300 грамм в день и орехи до 50 грамм в день, активируется процесс выработки коллагена. Аминокислоты, поступающие в организм с молочными продуктами, помогут в построении клеток кожного покрова, а полезный холестерин, содержащийся в рыбе, поможет ускорить обмен веществ. Как увлажнить сухую кожу рук народными средствами? Существует множество различных рецептов в виде аппликации масок для увлажнения эпидермы рук, которые можно приготовить дома. Почти каждая женщина знает, как увлажнить сухую кожу рук народными средствами и у каждой есть свои секреты. Сделайте яично-медовую смесь. Желток смешайте с порцией меда и двумя порциями подсолнечного масла. Намажьте поверхность эпидермиса и через 10 минут смойте водой. Полезно натирать поверхность кожного покрова сока малое. Достаточно такую маску подержать несколько минут и смыть водой. Многие дерматологи советуют намазывать кожу всеми фруктами и овощами, которые мы едим. Как сделать Приготовить питательный крем для рук в домашних условиях? В домашних условиях можно использовать любые продукты и растения в качестве масок для кожи, лимон, сок алоэ, яичные желтки, настой трав. Но о том, как сделать Приготовить питательный крем для рук в домашних условиях, знают немногие женщины. Смазывайте кожу рук два раза в день. Маска для очень сухой кожи рук. Эти процедуры проводите по 25 минут в день. Делайте их на протяжении 10-15 дней. Запасайтесь терпением и тогда маска для очень сухой кожи рук. Сухой кожи рук обязательно поможет. Маску держите 15 минут, а потом смойте водой комфортной температуры. Ванночки для сухой кожи рук. Женщины привыкли делать такие процедуры из трав, заваривая их, настаивая и погружая в раствор руки. Но рецепт действительно хорошей ванночки для сухой кожи рук состоит из овсяного толокна. Если на руках есть трещины, поможет ванночка и семени льна, как лечить сухую кожу рук. Косметика и препараты для сухой кожи рук. Сухая кожа рук эликсироз – это заболевание, которое поддается лечению. Сначала приведите в порядок свое питание. Следите за гигиеной рук, мойте жидким мылом и смазывайте кремом после каждого мытья. Если после этого вопрос о том, как лечить сухую кожу рук остается актуальным, тогда используйте специальную косметику и препараты для сухой кожи рук. В их составе должен быть глицерин, который увлажняет, а также сорбит, являющийся гигроскопичным гидротантом. Как ухаживать за руками зимой? Утром обязательно наносите крем за полчаса до выхода на улицу. На морозе используйте теплые перчатки. Днем руки мыйте жидким мылом с содержанием крема. Вечером по приходу с работы, когда начинаются домашние дела, мятье посуды, стирка, используйте защитные перчатки. Перед сном сделайте массаж и нанесите любимый крем. Если все это делать постоянно, тогда не будет возникать вопрос, как ухаживать за руками зимой, так как кожа будет шелковистой и красивой. Сухая кожа рук – советы и отзывы. Многим женщинам нравится маска для кожи рук из яичного желтка и сока алоэ с добавлением кефира и растительного масла. Вы можете менять эти ингредиенты и добавлять что-то свое. Результат будет превосходный, так как все продукты питания содержат полезные витамины и микроэлементы. Обычная, сваренная с утра овсяная каша на молоке с добавлением меда будет прекрасной маской для рук. Наши советы и отзывы помогут быть всегда на высоте, а ваши руки будут красивыми и шелковистыми. Уделяйте себе всего 10 минут в день и вы забудете о проблемах сухости кожи зимой. Волшебная сила целебных трав масок аппликации самостоятельно приготовленных кремов делает кожу ваших рук мягкой и молодой. Какие кремы стоит использовать для сухой кожи рук, рассказываю в этом видео.